Московская консерватория очень часто предоставляет возможность для высказывания на таком высоком научном уровне всем тем коллегам, которые не только по России далеко находятся, но и за рубежом также. Но привычные стали наши конгрессы общества теории музыки, и сразу можно обратить внимание, хотя называется общество теории музыки, но там совершенно естественно сочетаются научные доклады и диспуты, которые они вызывают, и те, кто является историком, и те, кто является теоретиком, и вот в этом уже привычная такая парадигма. Действительно, мы очень легко как-то переходили эту условную грань и занимались выяснением отношений уже на другом уровне. Ну, скажем, один наш конгресс назывался термины, понятия, категория музыкознаний, то есть не разделяя, то есть теоретическое и историческое музыкознание, и там действительно очень интересный, ценный материал собрался. Вот именно на этом фоне, конечно, то, как названа эта конференция, методология исторического музыкознания, связанная с юбилейными датами, понятно, что здесь есть уже такие акценты, но тем не менее, вот очень интересно, как это будет сегодня выглядеть, и что это на новом витке истории означает. Еще некоторые поляризации, или еще какое-то новое качество, вызванное определенной растерянностью, отставание, собственно говоря, методологии от той практики, от той жизни, которая сегодня разворачивается вокруг нас. Могу вспомнить высказывание нашего коллеги Александра Викторовича Михайлова, который сказал так, что в современных условиях никакие гуманитарные науки не могут не быть историческими. Просто действительно такой этап, когда и теория музыки тоже подошла к тому, чтобы быть исторической дисциплиной. Это наглядно продемонстрировал Юрий Николаевич Холопов, курс гармонии которого – это, по сути дела, история гармонических систем. Конференция посвящена двум чрезвычайно значительным юбилеям. Это, если по старшинству, 150-летие со дня рождения Михаила Владимировича Иванова Борецкого и 100-летие институализации музыкознания в России, то есть в Советском Союзе. И как раз Иванов Борецкий был одним из тех, кто приложил к этому руку очень существенно. Причем, что важно, он был ученым именно вот такого мирового европейского масштаба. Он и учился в Италии, и потом продолжал писать статьи не только в российские словари-энциклопедии, но и даже в зарубежные. Тематика конференции очень разнообразная. Здесь и собственные методологические вопросы как таковые, и все, что с ним непосредственно связано, это и терминология, и проблемы переводов. Но что особенно радует, это не то, что вот непосредственно методологическим каким-то, не только им посвящена тематика конференции, но и конкретным, просто конкретным исследованиям по тем или иным вопросам творчества композиторов, эпохи и так далее. То есть предполагается, что методология, вот как раз эта специфика методологии, будет рассматриваться конкретно, на конкретных примерах и давать какие-то конкретные результаты. Недавно наша консерватория заключила договор с Санкт-Петербургской филармонией. Вот это очень интересно, потому что договор предполагает сотрудничество во многих областях, и в особенности в исполнении и в изучении старинной музыки. Ну а старинная музыка, кстати, точно так же, как и самая новейшая, это как раз то, что требует чрезвычайного единства и практической деятельности, и науки. АПЛОДИСМЕНТЫ